Иной раз я говорю вот так, да, и брат говорит мне, мол, брат, ты какой-то экстремизм, мне ничего от тебя не нужно, богом клянусь. Не сомневайтесь, пусть никто не сомневается. Я не за деньги. Мне за это не платят. Я не бросил свою жену, ребенка, не оставил свой бизнес, чтобы приехать тут впечатлить вас. Мне это не важно. Я здесь не за деньгами, не за славой. Я здесь только ради Аллаха. Я здесь потому, что я годы жизни потерял, годы, за которые отвечать буду. Человек может быть крутым, сейчас любые понты колотить, но люди не понимают, что придет время и придется предстать пред Аллахом, и ты обомлеешь, нравится тебе это или нет. А то все такие крутые, а как полицейский подойдет к ним, сразу же коленки дрожат. Мы восхваляем Аллаха, Пречист Он Всевышний, Царя Господа Наделяющего, Создателя Семи Небес и Земель. Посылаем мольбы и мир его любимому Мухаммаду. Благослови его, Господи. Мир ему, его семье и всем его сподвижникам. А затем, мои братья, есть кое-что, что объединяет человечество в целом. Есть кое-что, что объединяет всех людей, независимо от расы, цвета, вероисповедания, национальности, независимо от всего этого. Есть кое-что, в чем все люди согласны. Единогласно. Это смерть. Атеисты верят в смерть. Иудеи верят в смерть. Христиане верят в смерть. Мусульмане верят в смерть. Религиозные люди признают смерть. Нерелигиозные люди признают смерть. Убийцы, наркоторговцы, вообще все. Нет ни единой души на этой земле, которая бы не верила, что смерть придет за ней. Исключений в этом нет. Пречистый Всевышний Аллах говорит в Коране, хотя перевод Корана, конечно, не такой глубокий, как оригинал. Пречистый Всевышний Аллах говорит в Коране примерно следующее. Каждая душа вкусит смерть. То есть никто, безо всякого сомнения, не избежит смерти в том или ином ее виде. Если бы хоть кто-нибудь был освобожден от смерти, если бы хоть кому-нибудь удалось бы избежать смерти, то, конечно, конечно же, это был бы посланник Аллаха, но даже он должен был умереть. Мои братья, истина такова. Мы живем в этом мире и обманываемся мыслью, что будем жить вечно, но мы не будем. Это место временного пребывания. Здесь мы только на время. Каждый из нас покинет этот мир. Никого не останется. Никто в этом мире не останется. Мы все его покинем. Каждая, абсолютно каждая душа вкусит смерть. Каждый умрет. Всему придет конец. То есть вообще всем, каждому живому существу придет конец. Все прекратит существование, кроме причистого Всевышнего Аллаха, который никогда не умрет, который никогда не спит, он никогда не умрет. А всему остальному придет конец. Аллах говорит, никто не знает, когда придет его время. Смотрите, никто не знает, сколько он успел накопить и в какой земле умрет. Это скрытое знание. Это известно только причистому Всевышнему Аллаху. Мои братья, когда Всевышний Пречистый Аллах говорит о жизни в Коране, прежде он упоминает смерть. Аллах говорит, я создал смерть и жизнь. Сначала Аллах говорит, что создал смерть, и только потом говорит, что создал жизнь. Удивительно, поразительно. Вот смотрите, если подумать логически, если говорить о творениях, то логично сначала сказать о жизни и только потом о смерти. В чем же смысл того, что Аллах говорит о смерти и только потом о жизни? В этом для нас напоминание о смерти. Всех нас она ожидает. Мир этот не чтобы расслабляться. Он же временный. Не забывайте слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал, помните о смерти. Вспоминайте о разрушительнице удовольствий. Смотрите, смерть разрушает страсти, удовольствия, желания. Вот как раз об этом и нужно почаще вспоминать. Почаще вспоминать о смерти. Если будете поминать смерть, то ваши тревоги, проблемы, нерешенные вопросы покажутся не такими значительными. Потому что тогда ты понимаешь, осознаешь, что, что бы ни происходило, это временно, на короткое время. И смерть, мои братья, не такая, как мы думаем. Истина в том, что твои желания, чаяния и надежды, твои планы намного больше, чем время, которое у тебя есть. Никто не знает, когда его час придет. И никто тебе не может гарантировать. Ничего. Мы обманываемся. Думаем, я доживу до старости. Обманываемся тем, что доживем до старости. Или тем, что женюсь, что дети будут. А у детей еще дети будут. Я еще и внуков застану. И, иншаллах, доживу до старости. У меня будет время покаяться. Будет шанс в хадж съездить. Будет шанс румру совершить. Будет шанс сделать то, все. Третье и десятое. Но на самом деле, брат мой, веришь ты в это или нет? Нравится тебе это или нет? Каждый из нас был сегодня мертв этим утром. Каждый из нас был мертв этим утром. Иной раз мы думаем, мол, брат, о чем ты говоришь? Я молодой, здоровый, в хорошей форме, сильный. Я себя чувствую так, как будто мне 20 лет. Но где гарантия? Я говорю вам, каждый из нас этим утром был мертв. Кто дал жизнь тебе? Какая сила? Твои деньги тебя разбудили утром. Тачка твоя тебя сегодня утром разбудила. Может, дом, в котором ты живешь? Может, друганы твои? Ради которых ты продаешь свою религию. Вот, например, в Сиднее гоняют на тачках. Просто катаются беззаботно. Как это называется? Модное словечко. А без разницы, это все равно ни о чем. Какую молитву нужно читать, когда ты просыпаешься? Кто знает? Причист тот, который что? Послушайте. Вот, то, какую молитву пророк читал, когда просыпался. Это его сунна. Альхамдулиллахиллязи. Вся хвала тому, который... Вся хвала тому, который... Оживил нас. Вся хвала тому, кто дал мне жизнь. Ба'дама... После того, как он что? Ба'дама аматана. После того, как умертвил. Каждый был мертв утром. Каждый был мертв этим утром. И кто оживил тебя? Кто тебя оживил? А для чего? Понятно, что мы на автомате отвечаем, чтобы поклоняться Аллаху. Но ты веришь в это? Этим утром, когда ты был мертв. Этим утром твое тело было не подвластно тебе. Пока ты не проснулся, души не было в теле. Твоя душа ждала дозволения Аллаха. Можно вернуться в тело? Или ему надо мертвым остаться? Какое участие в этом процессе ты принимал? Вообще никакого участия. Твоя душа ждала разрешения от Всевышнего Аллаха. Вернуться мне или нет? И тогда Аллах Всевышний из своей милости, из своей рухмах. Всевышний Аллах дал твоей душе разрешение. Вернуться обратно в тело. И вот мы просыпаемся утром, и как мы Аллаху молимся. Как его благодарим, причист он Всевышний? Один ученый сказал кое-что интересное. Говорит, представьте, вы проснулись этим утром. Вот представь, ты проснулся. Поблагодари Аллаха за то, что у тебя есть сегодня и было вчера. Представь, этим утром ты проснулся. Просыпаешься ты утром. И за все, что есть. За все, что у тебя есть. Поблагодари Аллаха. И за все, что у тебя было до этого. Вот честно, за что ты Аллаха вчера благодарил? За что ты Аллаха вчера благодарил? Мы стали неблагодарными. Мои глаза всегда к вещам прикованы. Я всегда смотрю на то, чего у меня нет. Всевышний Аллах столько всего дал нам. Всевышний Аллах дал нам больше, чем мы сосчитаем за всю жизнь. И все равно мы неблагодарны ко Всевышнему Аллаху. У меня все равно нет времени на Аллаха. Все равно нет времени на религию. Но при этом у меня есть время на то, чтобы пренебрегать сунной, прикалываться и находить отговорки, не соблюдать религию. Неблагодарными. Вот кем мы стали. Но ты так благодарен начальнику за мизерную зарплату. Какая у вас мизерная зарплата? Тысячу фунтов? Нет? Ну а сколько тогда? Сколько? В неделю? Столько зарабатываете? Серьезно? За две с половиной штуки в неделю. Многие, очень многие стали рабами своих начальников. Рабами. Тебе к семи, но ты прибегаешь к без десяти семь. Чтоб не опоздать, не дай бог. Утром к четырем подорваться, нет проблем. Что бы тебе начальник не сказал, ты рад ему служить. За жалкие две с половиной штуки в неделю. Восемь часов, десять, двенадцать. Я знаю людей, которые шестнадцать часов в день работают. За что? За пару сотен фунтов. Хотя царь царей. Тот, кто жизнь дал тебе. Тот, кто тебе душу дал. Тот, кто дал тебе тело. Кто дал тебе глаза, чтобы видеть. Кто дал уши, чтобы слышать. Тот, кто, субханаллах, дал тебе абсолютно все, что у тебя есть. Тот, кто отца тебе дал. Мать. Религию, веру, единобожие. Тот, кто дал тебе все. Кто позволяет тебе утром просыпаться. Засыпать ночью. Тот, у кого. Твое сердце спрашивает разрешение. Каждый раз, когда сердце твое бьется, оно спрашивает разрешение у Аллаха. И получает его. И Аллах тебя не подводил. Аллах ни разу тебя не подводил. Ради того, кто дал тебе все это. У тебя нет времени, чтобы пять намазов в день читать. А тот, кто дает 300-400 фунтов в день, ради него он делает невозможное. До работы час добирается, иногда два, если в час пик. Потому что он даст мне 300-400 фунтов. А тот, кто создал небеса и землю, кто дал мне все, что у меня есть, на него у меня нет полчаса в день, 30 минут в день у меня нет, чтобы намазать. Истинно в том, мои братья, что мы с вами обманываемся тем, что нас ждет долгая жизнь. Типа, может, мы и не лучшие мусульмане сейчас, но время есть, брат. Иншаллах. У меня намерение-то есть, брат. Ты не знаешь, что у меня в сердце. Дела по намерениям. Здесь мы резко учеными становимся. Аллах дела оценивает по намерениям. Всевышний Аллах знает, что в моем сердце. Да, знает, лицемерие там. Вот что там. Вот что там. Мои братья, каждый из нас умрет. И никто не знает, когда придет его время. Спрашиваю вас искренне. Спрашиваю искренне вас, что вы приготовили. Что ты приготовил? Почему мы не смотрим вокруг себя? Почему бы нам не сходить на кладбище и посмотреть? Посмотри там на даты. Вот в моей жизни было время. Было в моей жизни время. Когда смерть приходила к Абу Али, Абу Ахмаду, которым по 70-80 лет. В Хаджи были. Когда-то смерть приходила в таких возрастах. Но сейчас... Сейчас. Чуть ли не 70% людей, которые в Сиднее умирают, не знаю статистики. Но и до 40 не доживают. Молодые парни, молодые девушки. 20 лет, 30 лет, 18 лет, 16 лет. Все в порядке вроде было. Я знаю больше четырех. Как минимум четыре случая на родине в Сиднее. Брат один в футбол играл. Играл в футбол, здоровье нормальное было. Один из них гол забил. А вместо того, чтобы радоваться голу, он упал на землю с сердечным приступом. Ему было-то лет 17. Он играл в футбол. Молодой парень пинает мячик, развлекается. Но упал на землю и больше не встал. 18-летний парень в Сиднее. С двоюродным братом. Поехали покататься. На модной тачке. Гонки решили устроить. Драг-рейсинг. Повеселиться. Одно за другое. Не справился с управлением. Машина перевернулась, умер на месте. Никто не знает, когда придет его час. Ты не знаешь, когда уйдешь. Но что еще более важно. Как ты уйдешь? Как ты предстанешь перед Аллахом? Какой жизнью ты живешь? Искренне вас спрашиваю. Кто из вас? Знаю, ковбои всегда находятся. Вы руки не поднимайте. Вот серьезно, честно, готовы с Аллахом встретиться? Готовы встретиться со Всевышним Аллахом? Что мы делаем со своей жизнью? Со своим временем? Почему мы так заняты, так увлечены, что есть время на все и вся, кроме Всевышнего Пречистого Аллаха? И знаете, мои братья, это то, что я говорю, куда бы я ни пришел. Даже не смейте думать. Даже на секунду не думайте, что Аллах нуждается в ком-нибудь из нас. А то вот есть такое, да, такой менталитет, представление такое. Типа, брат, хорош. Не надо мне опять про религию, проповедовать вот эти вот свои темы, учить меня, что мне делать, а чего не делать. Я большой мальчик, знаю, что делать. Я сам с собой разберусь. Высокомерие по отношению к Аллаху. Не нужна мне эта религия. Не нужен намаз твой. Я буду делать, что хочу. Ну тогда я тебе кое-что скажу. Нравится тебе это или нет? Подходит тебе это или не подходит? Неважно, Всевышний Пречистый Аллах царь. Он не нуждается в нас с вами. Не нуждается. В достоверном хадисе говорится, что пророк Аллаха, когда он сидел со сподвижниками, сказал им, Простите, мои братья, но иногда, вот наверняка хадис знаете, но надо не просто его знать, а жить по нему. Пророк Аллаха сидел с величайшей общиной из всех живущих, со сподвижниками. И, пожалуйста, не думайте, что я хвалю их, потому что шейх велел их похвалить. Сам Аллах похвалил их в Коране. Засвидетельствовал. Аллах похвалил их в Коране, сказав, я доволен ими, и они довольны мной. Величайшая община из всех живущих. Сподвижники. И тем не менее, пророк, саллиллаху аняхи у салям, сказал им, это из достоверного хадиса, он сказал им, я вижу то, чего вы не видите, и слышу то, чего вы не слышите. Он сказал им, поистине, небеса скрипят, и у них есть причины скрипеть. Небеса скрипят. Вот иной раз большой вес давит на что-то, и предмет начинает скрипеть, трещит под тяжестью веса. И пророк Аллах говорил сахабам, что небеса скрипят, и у них есть причины скрипеть. Пророк Аллаха сказал сахабам, нет свободного места на всех небесах, нет свободного места и в четыре пальца, потому что там повсюду находится ангел в земном поклоне Аллаху. И какой-то бандюга думает, что Аллаху нужен он и его деньги. И в четыре пальца места нет на всех семи небесах, без того, чтобы там не было ангела в земном поклоне Аллаху. Есть ангелы, которые с момента их сотворения Аллахом вплоть до дня, когда будут воскрешены в судный день, находятся в непрерывном поклоне. Говорю вам, с момента их сотворения до дня воскрешения в одном непрерывном земном поклоне Аллаху. Не то, что он кланяется время от времени, а непрерывно пребывает в нем и говорит Аллах, прости нас. Мы не поклонялись тебе должным образом, не поклонялись так, как ты этого заслуживаешь. И какая-нибудь братва думает, что Аллаху нужны его деньги. Каждый раз, когда он приходит в мечеть, думает, что у него сборщик пожертвований должен что-то просить. Да себе оставь. Вот знаете, есть такой священный хадис, хадис Кудси. И в этом хадисе передается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, передал, что Аллах сказал, говорит, я, ибади. Аллах говорит. И, пожалуйста, постарайтесь вникнуть. По-настоящему вдуматься. Всевышний Аллах говорит, я, ибади. О, мои рабы. О, мои рабы. То есть все люди и все джинны. Мусульмане и немусульмане. Без разницы. Все вместе. Аллах говорит, если все вы вместе соберетесь, все, без исключения, если все вместе соберетесь и будете поклоняться, поклоняться и поклоняться мне, пока все не станете подобны чистейшему сердцу из вас, это не напылинку, не увеличит мое величие. Справедливое и обратное. Справедливое и обратное, если все мы, все мы вместе соберемся и будем грешить, грешить и грешить, ширяться, бухать и гулять, пускаться во все тяжкие, без тормозов, куролесить по полной на улицах Лондона, делать, что хотим, без рамок, полностью, безо всяких ограничений. Аллах говорит, если все вы, не кто-то из вас, если все вы, все мои творения соберутся и не начнут грешить и грешить, пока их сердце не станет, как у самого отъявленного грешника из них. Аллах говорит это и напылинку не убавит от моей власти. Аллах не нуждается в нас с вами. Он ни в чем не нуждается. Это мы нуждаемся в нем, субахенаху атааля. Мои братья, Аллах создал нас не для того, чтобы уничтожить. Он нас создал не для того, чтобы наказать. Не для того, чтобы сделать нашу жизнь мучительной. Аллах создал нас для поклонения. Создал нас для ибада Ему. Что это? На самом деле, что это? Скажем, ты проживешь жизнь на всю катушку, а сколько это? 50, 60 лет? 70? Аллах говорит, поклоняйся мне 50, 60, 70 лет. Признавай мое существование, следуй сунь моего посланника, саллиллаху алейхи вассалям, и тебе вечный рай. Ты будешь там вечно. Время больше не будет существовать. Вечность. Каков смысл нашего существования? Какой смысл в твоей жизни? Аллах говорит, поистине я создал джиннов и людей? Для чего? Чтобы делать что, мои братья? Будем реалистами. Зачем Аллах создал нас? Зачем дома строить? Зачем машины покупать? Я не говорю, что это харам. Чтобы не было такого, чтобы кто-то потом сказал. Брат Хобла сказал, купить дом это харам. Нет, я так не говорю. Но не это моя цель. Зачем Аллах создал меня? Зачем я здесь? У меня всего 50-60 лет. И это еще в лучшем случае. Ну, скажем, проживу я полную жизнь. Что у меня есть 50-60 лет? У многих полжизни уже прошло. У многих из нас полжизни уже прошло. И чего ты достиг? Аллах говорит, я создал вас для чего? Для поклонения мне. Для познания меня. Для признания меня. Для возвращения ко мне. Для поклонения мне. Подчинения моим повелениям. Вот зачем ты был создан. Мои братья, пожалуйста, поймите. Аллаху, субаханнаху атааля. Не важно. Аллаху не важно. Для Аллаха не имеет значения, сколько нулей на твоем банковском счету. Аллаху не важно, во что ты одеваешься. Гуччи, Луи Вьютон. Мусор это все перед Аллахом. Ничего не значит. Тебе просто приятно на душе, что у тебя есть то, чего нет у другого. И ты ходишь, понтуешься и чувствуешь, что ты лучше. И все. Когда приличную машину купишь, куда поедешь понтоваться? В даунтаун ты не поедешь, где чуваки на Ламбо и Феррари гоняют. Ты поедешь к людям, о которых ты знаешь, что они ниже тебя достатком. И ты едешь перед ними, будто что-то значишь. Аллаху не важно, женат ты или нет. Аллаху не важно, сколько у тебя девушек. Аллаху не важно, сколько у тебя девушек. Две или сотня. Аллаху не важно, сколько у тебя детей. Аллаху не важно, дом у тебя сколько этажей. Сколько у тебя спален. Гранитная или столешница, каменная или... Все это все равно мусор. Уйдет все это. Во что ты влюблен? В этот мир? Этот мир временный. Это ничто. Бессмысленное барахло. А мы влюблены в это. Вот истина. Мы влюблены в это. Готовы воевать друг с другом. Мусульмане готовы друг с другом воевать. За что? Бессмысленный хлам. Все на земле смертны. Куда же вы идете? 50-60 лет. Все, что у тебя есть. На то, чтобы познать Аллаха, поклоняться Ему, приблизиться к Нему. А мы что делаем с нашими жизнями? Куда мы идем? Все вокруг важно, кроме моей религии. Будто это игрушка. Иной раз я говорю вот так, да. И брат говорит мне, мол, брат, ты какой-то экстремизм, мне ничего от тебя не нужно. Богом клянусь. Не сомневайтесь, пусть никто не сомневается. Я не за деньги. Мне за это не платят. Я не бросил свою жену, ребенка, не оставил свой бизнес, чтобы приехать тут впечатлить вас. Мне это не важно. Я здесь не за деньгами, не за славой. Я здесь только ради Аллаха. Я здесь потому, что я годы жизни потерял. Годы, за которые отвечать буду. Человек может быть крутым. Сейчас, любые понты колотить. Но люди не понимают, что придет время, и придется предстать пред Аллахом. И ты обомлеешь, нравится тебе это или нет. А то все такие крутые, а как полицейский подойдет к ним, сразу же коленки дрожат. А нам кажется, что перед Аллахом будет вот так вот легко стоять. Мол, аль-хамду-ли-ля, я же намазы читаю, че мне бояться. Пророки боялись перед Аллахом предстать, переживали. Пророки, говорю вам, пророки, которым рай был обещан, они были напуганы и обеспокоены. А мы с вами, мол, расслабься. Че ты мне рассказываешь, дружище? Они переживали, а мы с вами, типа, да ладно, че ты, расслабься. Аллах прощающий, милосердный. Слышали, что так говорят? Аллах в Коране это говорит, не так ли? Его милость объемлет всякую вещь, люди постоянно мне говорят. Аллах говорит в Коране, его милость объемлет всякую вещь. Что ж получается? Ты понимаешь Коран лучше, чем его понимал пророк? Ты понимаешь Коран лучше Абу-Бакра, Умара, Уфмана и Али? Они тревожились, боялись. Потому что они не ставили на то, что Аллах прощающий, милосердный, а ты ставишь. Обманываешься. Вот знаете, поразительный, поразительный диалог состоялся между пророком Мухаммадом и ангелом Джибрилем. Вот величайший пророк и величайший ангел. Разговор между величайшим пророком и величайшим ангелом поразительно, как двое друзей, приятелей, разговаривают. Джибрил говорит Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, о Мухаммад. О пророк Аллаха, живи сколько хочешь. Поистине придет день, когда ты умрешь. О пророк Аллаха, люби кого хочешь. Люби кого хочешь. Поистине придет день, и тебе придется расстаться с любимым. Ты с ним расстанешься. Говорит о пророк Аллаха, делай что хочешь. Я это говорю ребятам, вперед, делайте что хотите. Ангел говорит о пророк Аллаха, придет день, когда за поступки тебе придется ответить. Нам всем придется. Смерть истина, братья, это не шутка. Смерть смотрит тебе в лицо каждый день. И я спрашиваю, что ты приготовил на судный день? Что ты приготовил? Ты сидишь, смотришь на меня, на шейха, на других людей. И вот... Субханалла. Я вот что хотел сказать. Ангел сказал, делай что хочешь. Наступит день, когда ты будешь спрошен за свои поступки. Смерть реальна, мои братья, это реальность. Смерть это... Вот Аллах Всевышний говорит, куда же вы идете? Куда вы идете? Куда вы идете? Вот, братья, мы можем обсуждать эту тему о религии, то, сё надо изменить. Но я спрашиваю то, что Аллах спрашивает в Коране. Куда же вы идете? Куда вы идете? Куда же вы идете? Аллах говорит, куда вы направляетесь? Аллах говорит... Аллаху мы принадлежим, и к Аллаху наше возвращение. Убежать не получится. Брат, хватит гордыни волю давать. Ты только себя обманываешь. Себя только обманываешь. Вредишь ты только себе, брат мой. Не прожигай жизнь. Не играй с жизнью в русскую рулетку. Она у тебя всего одна. Вернуться не получится, второго шанса не будет. Не будет второго шанса. Каждый день, мои братья, смерть смотрит вам в лицо. Каждый день. А что ты приготовил? И знаете, братья, пророк, саллиллаху алейхи у салям, сказал, так как ты проживешь свою жизнь, так ты и умрешь. Понимаешь, что это значит? Брат, если думаешь, мол, поживу еще в грехах следующие пять лет, а после этих пяти лет, вот люди планируют свою жизнь, убежденные, что доживут до своих планов. Мол, поживу в волю, поразвлекаюсь. Допустим, примерно так парни говорят, мол, хочу пожить сладкой грешной жизнью. Побаловать себя хорошенько. Покуролесить. Вот смотри, брат, что ты говоришь? Что ты пока поживешь, как хочешь, а потом однажды покаешься? Это ты вот об этом говоришь? Вот это ты говоришь? Пророк Аллаха сказал, как ты живешь, так ты и умрешь. А как умрешь, так и предстанешь перед Аллахом, так и будешь воскрешен. Посмотри на то, как живешь, брат. Не обманывай себя, посмотри, как ты живешь. Я знаю братьев на родине в Сиднее. Я лично их знаю. Одного из них убили в баре. Другой умер в то время, когда совершал прелюбодеяние. В процессе. Я не говорю после процесса, а непосредственно во время процесса. Умер. Сердце не выдержало, приступ хватил. О нем говорят, он хороший. Ты бы знал, он такой парень. Вот такой брат. У него хорошее сердце было, ну хоть и не молился, зато Машала много милостыни давал. Брат, ты не знаешь. Брат, мне это не важно, посмотри, как он умер. Посмотри, как он умер. И сколько таких братьев умирает, не читая при жизни намаз, не читав Коран. Сколько сестер умирает, которые ходили без хиджаба. Вот буквально перед тем, как я приехал, мусульманка у меня на родине, умерла, а на ней все еще были накладные ногти, и так она умерла. Хиджаба на ней не было. Мне звонят, просят, снять ногти накладные, чтобы помыть ее тело. Я говорю, Субханаллах, как же так? Почему мы обманываемся, что нас ждет долгая жизнь? Брат, не о завтрашнем дне думай, а о сегодняшнем. Какое у тебя положение? Какое состояние твоего сердца, твоей религии? Просто на чем человек проживает свою жизнь? В большинстве случаев на том, он и умирает. Если говорить о человеке, которого я лично знал, на родине, в Сиднее, лично знал его. Вот уверен, большинство из вас видели ролики про Али Баната, и большинство говорили, Машаллах, Аллаху Акбар, какое хорошее видео. Окей, ладно, сейчас не об этом. И большинство из вас, уверен, думали, брат, если бы у меня был рак, если бы я, как он, заболел раком, уж я-то, брат, я бы капитально принялся за работу, засучив рукава, остаток жизни в поклонении провел бы. С чего взял? Это самообман. Себя обманываешь. Если сейчас ты этого не делаешь, с чего взял, что потом будешь делать? Брат один на родине, в Сиднее. Должен был анализ крови сделать. Че-то с кожей было. Молодой еще, лет 38. Никогда не молился в жизни. Да как и многие из нас по факту. Просто этнический мусульманин. Машаллах, из мусульманской семьи. Но намаз не читал. Слишком занят, субханаллах. Другие занятия были. И вот нужен был простой анализ крови. Доктор перезванивает, говорит, приходи. А? Что такое? Брат, у тебя рак. Да вы о чем? У меня? Да, у тебя. Тот сопротивлялся. В итоге он его все-таки убедил. В итоге все, он ему поверил. И казалось бы, что он должен делать? Ислам соблюдать начать? Делать то, что должен. Братья к нему начали подходить, дескать, брат, тебе пару месяцев жить. Тебе бы намаз читать, Аллаху каяться, к Аллаху обратиться. Он отказался. Уверен, вы, наверное, думаете, Астахфирула. Я бы не отказался. А че нет-то? Ты здоров, с тобой все в порядке. И ты отказываешься. И вот братья рядом с ним говорят, у тебя пара месяцев. Как его бес попутал. Когда мы видим, что брат раком болеет, мы что чувствуем? Нам жалко его. Вот брат Али, когда я спросил у него. Али, о чем больше всего жалеешь? Знаете, что ответил? Больше всего жалею о том, что человек в пиджаке с галстуком заставил меня поверить, что я действительно умру. Хотя Аллах мне это говорил всю жизнь, а я не верил ему. А человек в пиджаке с галстуком, с модным сертификатом, висящим на стене, заставил меня поверить с убежденностью, что я реально умру. Хотя Аллах и Пророк его с первого дня мне это говорили. А я им никогда не верил. Вот об этом жалею, что предстану перед Аллахом вот с такой верой в сердце. И вот этому брату лет 38, ему пара месяцев осталось. Брат, намаз читай, обратись к Аллаху, поминай его, что-нибудь делай. Только не умирай вот так. Отказался? А в эти месяцы в итоге, знаете, что случилось? Его брат, идеально здоровый, умер до него. Отец его умер до него. А он все еще жив и отказывается. Вот пока я в хадж не уехал, человек пришел ко мне, очень близкий к нему. Говорит, брат, надо бы его убедить. Тебя хорошо призывать получается. И то, и сё. Звал меня. Убеждал, чтоб я пошел поговорил с ним. Ну, говорит, бог знает, может у тебя получится. Конечно, он обеспокоен. Я ему говорю, брат, за дозволение Аллаха, как с хаджа вернусь, можно с ним увидеться за день или за два до отлета. Как только с хаджа вернусь, сразу к тебе. И знаешь, что случилось, пока я в хадж не уехал в эти два дня? Так вышло, что этот человек потерял дар речи. И теперь, даже если захочешь покаяться, вслух ты этого уже не скажешь. Конечно, он мог и в душе про себя покаяться, не знаю. Бог ему судья. Но посмотрите на положение. Знаете почему? Потому что ты жил, пренебрегая Аллахом. И не уповай на то, что Аллах перед самой твоей смертью тебя к себе приблизит. Пожалуйста, братья, не обманывайте себя этим. У тебя всего одна жизнь, брат. Всего один выстрел. И никто из нас не знает, когда умрет. Никто! Пророк Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, схватил Абдулубин Умара. Сахих хадис. Говорится, схватил его за плечи. И говорит, юноша, будь в этом мире, как странник, будь как путник. Какое наставление пророка? Он сказал Абдулле бин Умару, будь в этом мире, как странник, будь в нем, как путник. Знаете, что это значит? Почему нам с вами мало этих слов посланника Аллаха? Что пророк сказал? Что ваш любимый сказал? Может, я че перегибаю? Может, вы думаете, да этот чувак обкурился? Че он там курит, интересно? Можете сказать, такой вид исламу мне не подходит. Ладно, я тебе слова пророка передаю из сахих хадиса. Будь в этом мире, как странник, как путник, как проезжий. Честно, вы так себя ощущаете? Вот знаете, я в сфере продаж такое видел. Видел людей, которые строили свои дома. Мусульмане. Мусульмане. Мне без разницы, что не мусульмане делают. Сейчас не о них речь. Но мы-то с вами. Люди, которые религию должны соблюдать с верой в сердце. Нам-то уж тем более следует помнить, что мы умрем. Я видел мужчин, женщин, пары, семьи, которые, когда дом свой строили, ходили подбирать плитку для ванной. Плитку для ванной. Часы напролет. Дни пролетают, а они выбирают. Лучше такой цвет, да? Брат, мы вот такой цвет выбрали для пола, а вот такой цвет для стен. Че думаешь? Дни. В поиске. Цветовые схемы. Дизайн. А вот он что думает? А он что думает? Да какая разница, какого цвета плитка? Какая разница? Любит. Это ж дом мой. Я ж там вечно буду жить. Ему важен размер плитки. Важен цвет этой плитки. Советуется, а этот цвет из моды быстро выйдет? Или долго будет в моде. Какая разница? Любит. Поэтому. Потому что живешь не как путник. Не живешь в этом мире как странник. Нет. Пророк сказал, саллиллаху алейхи вассалям. В сахих хадисе он это сказал. Говорит, сунна утреннего намаза – два раката. Два раката. Для которых мы так заняты. Два раката. Сунна фаджра. Не обязательно и два раката. Это отдельная тема. Но желательный, добровольный два раката фаджра, пророк сказал в сахих хадисе. Стоит больше, чем этот мир и все, что в нем. Стоит больше, чем весь этот мир и все, что в нем. Эти два раката. Для которых мы с вами так заняты. Вот честно, если я скажу, что куплю новую тачку, новую Феррари, или куплю новую БМВ, или новый Мерседес Бенз, нулевый, и припаркую его, а на следующее утро кто-то ключом поцарапает. От задней фары до передней. Добрую борозду сделает. Да это даже слышать больно. Что за собаки сделали такое, брат? Не дай бог такое случится, чтобы я проснулся утром и увидел, что кто-то мою машину поцарапал. Новый Мерседес. И не мусульмане могут такие истории рассказать. Не мусульманин тебе расскажет. Я 10 лет работал, копил столько. Купил новенькую тачку у дилера. В итоге утром подхожу к парковке, где машину оставил. А кто-то сжег мою тачку. И человеку такому, люди, пусть хоть немного, но посочувствуют. Хоть сколько-нибудь, но сочувствие проявят. И ты, конечно, спросишь, брат, страховка есть? Мы сейчас не говорим о том, халялят или харам. Это отдельная тема. Брат застрахован? Но в глубине души ты надеешься, молишь Аллаха, чтобы он сказал «да». Ведь если он скажет «да», ты почувствуешь, что, аль-хамду-ли-лях, не все так плохо. Но если брат скажет «нет, не застрахован, тачка сгорела», что почувствуешь? Твое сердце гореть будет. Но истина в том, что мы с вами пропускаем Суну Фаджра крайние 20 лет своей жизни. И никто из нас не беспокоится, что мы пропускаем. Вообще. Машина с кожаным салоном тебя впечатляет сильнее, чем добровольная утренняя молитва Фаджр, о которой твой пророк сказал, что она дороже всего этого мира и все, что в нем есть. Знаете почему? Потому что в этот мир мы верим сильнее, чем пророку. Мы верим в реальность этого мира и слабо верим в реальность слов нашего пророка, саллиллаху аль-хи-всалям. Два раката желательного утреннего намаза дороже этого мира. И все, что в нем, а мы с вами годами его пропускаем. А чтоб поспать, ты и минуты не пропустишь. А если тебе на работе завтра скажут, дела плохо идут, так что сегодня твой последний рабочий день. Я посмотрю, как ты поспишь в эту ночь. Почему, братья? Почему эта жизнь значимее для нас? Как так мы сбились с курса? Пророк сказал, будь в мире как странник. Это молчил твой пророк. Мы утверждаем, что любим пророка, саллиллаху аль-хи-всалям. Утверждаем, что путь нашего пророка – это лучший путь. Утверждаем то, сё, третий, десятый. Люди друг на друга войной идут. Мечети друг на друга войной идут. Утверждают, что мы больше на пути пророка, чем вы. Покажи Суну в жизни. Давай, покажи. Могу тебе показать, какая большая у меня челма, какой широкий у меня халат, борода какая длинная. Много чё могу показать, маша-ла. В теории, аж на войну пойти готов. А ты Суну покажи. Что ты живёшь в этой жизни, как странник, как путник. Покажи, что этот мир никак на твоё сердце не влияет. Я ж знаю, что умру, уйду отсюда. Вот и не влияет на меня, разница какая. Всё равно же уйду отсюда. Кто-нибудь из вас здесь летал? Кто-нибудь международный перелёт совершал? Да? Летали в Дубае или в Абу-Даби? Кто-нибудь? Нет? В Лондоне никто не летает? Да. В Дубае проездом сколько пробудешь? Ты ж там временно, да или нет? Да? Я проездом в Дубае. Иногда на час, иногда на два. Ну, три-четыре часа максимум. Проездом. Что возьмёшь с собой в Дубае? Маленькую дорожную сумочку. Вот кто-нибудь когда-нибудь. И смотрите. Знаю, пример простой. Но иногда разум, сердце не понимает. Вот я лечу со своим другом. Пункт назначения Австралия. Вылетаем отсюда. В Дубае. А из Дубаи дальше уже вылетаем. В Сидней, в Австралию. Какой пункт назначения? Сидней, Австралия. И сумку я приготовил к Австралии. Послушайте хадис пророка, саллиллаху алихиусалям. Такой похожий. Но сердца его не понимают. Живи в этом мире как путник. Как странник. Будто проездом здесь. Почему? Потому что когда я с другом приду в аэропорт Дубаи... Дубай какой бы классный не был, он не увлечёт меня. Почему? Потому что не это мой пункт назначения. Кто-нибудь из вас гулял по аэропорту Дубаи? И такой думал, надо бы здесь дом купить. Нравятся мне места здешние. Ты об этом не думаешь. Никто не сидит в аэропорту и не думает. Хм. Так. Бизнес надо бы здесь замутить. Нет такого. Такая мысль даже тебе в ум не приходит. Почему? Потому что сердце... Сосредоточено на твоей цели. Этот мир это транзит. Этот мир это аэропорт Дубаи. Но, к сожалению, наши сердца больше не в раю. А где? Здесь. Здесь. Люблю этот мир. Люблю эту жизнь. Люблю её. Один из правителей прошлого задал вопрос одному человеку. Встречает его. Говорит, скажи кое-что. А, что? Говорит, почему мы так смерть ненавидим? Почему, как только люди заговаривают о смерти, сразу такие, хорош. Хватит о плохом. Сейчас грустно всем станет. Зачем ты о смерти говоришь? Говорит, почему мы так ненавидим поминать смерть? Знаете, что ответил? Говорит, мы так ненавидим смерть. Потому что мы построили свою мирскую жизнь и разрушили свою вечную жизнь. И это естественно, не любить покидать то, что ты построил, ради чего-то разрушенного. Поэтому смерть ненавидим. Если я сейчас вам скажу, брось свой Ford Focus ради Ferrari 458. Брат, я тебе и баг заправлю. Ты даже дважды не подумаешь, почему? А если скажу, брат, откажись от Ferrari ради Ford Focus? Откажешься? Мы разрушили нашу вечную жизнь. Мало чего в ней построили. А все, что я построил здесь, естественно, не хочу бросать. На этом закончу. По времени уже братья там стоят сзади. На этом закончу. Хочу рассказать что-то личное. Пожалуйста, подумайте хорошенько. От того, что я скажу, могут возникнуть неправильные мысли. Дай бог мне объяснить вам как следует, конечно. Я лично через это прошел. Вот смотрите, при чистый Всевышний Аллах, думаю, вы знаете, что Аллах о себе говорит, что Он милостивый, милосердный и самый справедливый. Ну, это риторический вопрос. Ну, да или нет? Аллах же говорит, что Он милостивый, милосердный. Да? И мне вот пришла мысль. Опять же. Я постараюсь объяснить хорошо. Мысль от дьявола. Я это признаю. Мысль это была от шайтана. Бывают же наущения. Поэтому и важно, чтобы шейхи были ученые, чтобы сходить к ним спросить, чтобы они объяснили. И вот мне пришла мысль, думаю, Субханаллах. Рассказываю вам разговор с самим собой. Не чтобы вы осудили, а чтобы объяснить. В общем, думаю про себя. О, Аллах. Ты же о себе говоришь, что ты милостивый, милосердный, прощающий, любящий, милосерднейший из милосердных. Но когда кафир или немусульманин умирает, ты бросаешь его в адский огонь навечно. Где же милосердие? Где справедливость, о которой ты говоришь? Да, ну то есть, человек жил в неверии 50 лет, допустим, да? И умер в куфре в неверии в 50 лет. Так брось его в ад на 50 лет. Брось на 100 лет. Удвой наказание. Но навечно. Навечно. Ну, альхамдулиллях. Я рассказал это одному шейху. И поразительно. Знаете, что он ответил? Он говорит, Аллах наказывает его вечно, потому... И это очень важно. Это не только не мусульман касается. Это касается нас с вами прямо сейчас. Он говорит, Аллах причистон Всевышний, наказывает его навечно. Потому что Всевышний Аллах, забирая его или ее жизнь, уже знает, забирая его или ее жизнь, что человек, даже если будет жить, хоть всю вечность, он останется в этом же самом положении. Знаете, что это значит? Сколько раз вы слышали? Да, хороший парень был. Молодой, субханаллах. Если б ему Аллах дал подольше пожить. Вот знаете что? Брат, который умер, не читая намаз, живи он хоть 100 лет, он бы так и не начал молиться. То есть, вывод отсюда простой. Брат, посмотри на свою жизнь сейчас. Если умрешь сегодня, не обманывай себя, не обманывайся. Если ты умрешь сегодня, в том положении, в котором сейчас, перед Аллахом, оживи ты хоть всю вечность. Ты так и будешь в этом положении. Прекратите время терять. Хватит играть в русскую рулетку с жизнью. Начни меняться. Брат, не прожигай жизнь. Если не читаешь намаз, начни читать. Неужели это так тяжело? Неужели намаз прочитать, это как гору сдвинуть? Это поразительно, просто поразительно. Вот с братьями разговариваю, говорю, братья, а чего на фаджар намаз в мечеть не приходите? На утренний намаз. Брат на тебя так смотрит, как будто ты что-то нереальное сказал. Ты мне говоришь пойти на утренний намаз в мечеть? Редактор субтитров.